13 июля в России отмечается День рыбака. По инициативе администрации сельского поселения «Совхоз» имени Ленина уже второй год подряд проводится конкурс рыбаков на самый большой улов. Количество участников с каждым разом растет, и мероприятие набирает все большую популярность. Еще бы, ведь это отличная возможность всей семьей провести время на свежем воздухе у воды. Подробности в нашем следующем сюжете. День рыбака празднуется уже давно. Он был утвержден еще в далеком 1968 году. Но это и не удивительно, ведь в советские времена, кажется, только ленивый не имел этого хобби. Мы помним, как дедушки в выходной ранним утром шли на водоемы, чтобы после принести свежий улов к столу. Сейчас рыбалка не так распространена, однако праздник продолжает жить. Судя по активности людей, которые приходят ловить рыбу, то им это интересно, а если интересно, значит, мы должны сделать так, чтобы людям было комфортно, достойно. Продолжают жить и традиции. Один из участников, Руслан, считает, что его любовь к рыбалке заложена в генах и идет от отца. Сам Руслан еще молод, но уже знает секреты удачного улова. Я вот взял с собой, еще хотел со днапку ловить, но сказали только поплывочная рыбалка. Поэтому буду рассчитывать только на прикормку, на наживку. Мастерство ловить рыбу оттащивается годами. Многие участники рыбаки с самого детства. Я тоже решила опробовать это хобби. И хочу вам сказать, в этом деле самое главное – невероятное терпение. Я родился на этом пруду. Бывает, что ты поймаешь вот это ведро полное, а бывает и ничего. Но без рыбы мы отсюда не уходим, да, Юрий Михайлович? Без рыбы мы отсюда не уходим, как правило. Идея соревнований заключается в том, чтобы в течение часа поймать наибольший вес рыбы. По жеребьевке каждому рыбаку отводится свой сектор, где он будет ее ловить. Многие участники в прошлом году выступали в роли болельщиков, а в этом решили и сами попытать счастье. Интересно, азартно. Ну и когда везет – удача. Самое главное – отдых. А вот поймаем – будет видно. Итак, первая рыбина. Есть, есть! Победителем стал Николай Корчагин. Он поймал рыбы на целых 200 грамм, тем самым побив прошлогодний весовой рекорд. Для меня это вот… Я даже не могу слов найти сейчас в данный момент. То есть, конечно, интересно. Очень интересно. Пусть все ловят рыбу. Ну и занимаются этим увлекательным делом. Было бы здорово, если бы и другие поселения больше устраивали мероприятий, связанных с ловлей рыбы. Ведь водоемов для этого в районе достаточно. Юлия Погосян и Адамия Елена Коршлева. Видное ТВ.